Всем привет! Пробуем снимать каждый день, не знаю, что из этого всё-таки получится, но попробуем. Сегодня у нас по плану сначала взять справку для школы о том, что варюшка болела, вот, и потом ещё нужно... Ох, ударилась. Ладно. И нужно купить детям кроссовки, потому что у Тёмки, допустим, на сменку нет кроссовок, а ему нужно ходить в подготовительную школу, да, в подготовительный класс, потом на футбол, и получается, что он идёт по улице в этих кроссовках и занимается выжим. То есть, если тренер, к примеру, посмотрит частоту кроссовок, понятное дело, что он увидит о том, что он ходит в этих кроссовках по улице, ну и, в принципе, может не допустить до занятий, и я считаю, что он будет абсолютно прав. Вот, поэтому купим кроссовки, и я думаю, что нужно купить ещё и кроссовки Варе, хотя, в принципе, у неё есть, а с прошлого года остались Зара те, которые в прошлом году она носила, они, ну, такие уже, чуть-чуть маленькие. Есть ещё один, но, опять же, они одни, то есть ей нужна сменка, у неё завтра физкультура, ей в любом случае нужна чистая обувь, и ей нужна в той, в которой она пойдёт ножками до школы. Вот, поэтому очень грустно, что Зара нас покинула. Потому что, вообще, обувь мы брали детям только там, где теперь брать непонятно, наверное, поедем в Карри. Ну, не знаю, у меня других вариантов нет. Напишите, вообще, где вы обувь покупаете. Вот, кстати, вот действительно интересно, где покупаете обувь вы детям. Напишите, будет интересно. Не всякие озоны в Элберис, нет, я не хочу, потому что можно прогадать с размером, потом опять сдавать. Я не особо люблю обувь выбирать там. Напишите именно, вот, магазины оффлайн. Дети у меня уже давным-давно собраны. Варюшка, Тёмка, всё в телефонах сидят, да? Я самая первая, которая зайдёт. А вот и молодец, я долго собиралась. Ты второй, ты молодец. Всё, давайте, собираемся. Папа вон собирается. Идём? Тесюшка, ты дома. За главную. За главную эта девчонка будет, за главную, да. Просто не прошло и много-много лет, как нам наконец-то установили двери. Козырёк же был. Был? Конечно. Вот, дверь наконец-то у нас новая. Аллилуйя! Выдвинулись, но сегодня очень сильный ветер. Вот, идём. Вроде оделись тепло, но всё равно почему-то холодно. Тёмка у нас уже, говорит, что замёрз. Да, Тёмка? Есть тепло. Говорит, мам, почему ты мне колготки не надела под штаны? Вот, ну, не знаю. Вроде так-то сегодня сколько? Днём обещали восемь. А вечер очень-очень холодный. Прям хух. Едем. Вот, мы пришли вообще. Вот дом мамы моей. И вот здесь семейный доктор. Мы здесь первый раз. Не знаю, Денис сам записывал. Так что посмотрим, что здесь такого. Какие тут полепки интересные. Даже чёрные есть. Девонько. Да. Интересно. Дети мои. Справку мы взяли, всё. Едем сейчас за кроссовками. Блин, давным-давно на автобусах не ездила. Что? Видео у меня выйдет видео. А? Видео выйдет? На ютубе видео выйдет. Обычно мы всё на маршрутках ездим. А тут на автобусе. Не, не привычно. Зашли в магазин Сэлла. Мне понравились вот эти вот топы в рубчик. По стоимости скажу. 1699. Такой жёлтый есть, сиреневый и розовый. А ещё мне вот эти юбки нравятся. Вот в такой розовый именно расцветочке. Но мне не нравится о том, что они на резинке. То есть, если были бы на койсе, я бы точно такую на лето себе купила. Она миди. Плотная достаточно, но интересная. На девочек очень красивая и яркая коллекция. Знаете, что мне понравились? Вот такие яркие джинсы. Мятные. А тут только для малышей? И розовый. Нет, ну вот. Твой возраст. Толстовки крутые. Футболки? Ну вот только. Начинается ещё. А нет, это даже не футболка. С длинным. Нет ещё, Варюнька? Вот, какие толстовочки. Смотрите, какие милые. Вот, ну... Смотрите, велосипедки какие на малышей. Я на шапсулке. Почему? Ничего. Просто на коротышек. Ну ничего, что-то нету, да. То, что нам нужно, нету. Вот. На мальчиков. Такие плюшевые костюмчики. Куртки. Что такое? Вот. Ну, что-то... Вот, кстати, смотрите, какие красивые оттенки тут на мальчиках. Вот такие вот футболки. Ну да. Ну вот эти вот ничего, смотри. Если ему взять ещё одни такие спортивные штанишки. Ты куда их? Куда летом носить? Ну как, в такую погоду прохладную. Ты хотела мне показать что-то? Это не мальчик. Домашняя одежда. Твитти. Что такое? Так его так зовут, по-моему, этого цыплёнка. А вот этот бомбер офигенный. В Заре был точно такой же, но он был с рукавами из эко-кожи, Варюх, помнишь? Да. Вот. А этот вот весь тканевый. Сколько такой стоит, интересно, здесь? Это было вроде в Заре. В Заре был, да. Цена 2 500. Ну да, а тот аж 5 тысяч потом стоил. После поднятия цен 5 тысяч стоил. Вот. Рюкзачки. Ну и здесь на девушек. Так, на самом деле ничего интересного. Вот такой кардиган я себе купила. Ну, кстати, я себе купила, когда была скидка 50% на вторую вещь, они снова 40% сделали. Ты заметил? Угу. Да. Что? Почему тут такой скользкий? Скользкий, не знаю. Вот. Ну, в общем, ничего интересного вам больше и нет. Сумки нашли как в Заре, прям точь-в-точь. Вот такие вот расцветки. Но в Заре цепочка подлиннее. Вот я бы не стала вот с такой вот тонкой покупать цепочку. Там такая плотная и коротенькая. Вот выглядит офигенно. Вот так вот, да. Но как только наденете цепочку, будет не очень. Но по стоимости 1999 такие. В Каре. Так, в общем, вот кроссовки. Так что, конечно, желаю... Я хочу и такие. Они по стирке поролись. Ткань просто ужас. Вот это. Внутреннее. Да и мне на липучке не очень нравится. Тебе нравится такие враг? Да. 2,399. Вот, блин, переплатить бы еще чуть-чуть и купить бы в Заре. Вон, на самом деле. Но нету. Слушай, ну... Чего они все с липучками? Ты посмотри, что. Это все, что есть? Извините, Сань, я сильно подпечу. Ну, пойдем на мальчиков, посмотрим, что там есть. Что? Ну, у меня есть вот эти конструкции, дальше вот эти, и там вот эти. У меня есть идея, куда сходить. Так, ну и вот то, что на мальчиков. Ну, видимо, они только начинают выставлять товар, потому что полки еще полупустые. Ну, вот, например. Ну, блин. А где нормальные кроссовки? Я не знаю. Я не знаю. Ну, я более придирчива к обуви. Короче говоря, хотели посмотреть еще в дочке-сыночке обувь. Давай, правда, купляем. Вот, но нету. Купим настоящий спорт, переплатим. Посмотрим. Ну, поехали в спортмастерный, не народ, и что он там большой. Ну, просто отдавать. Я лучше бы нормальный куплю, переплачу. Не знаю. Через месяц порвется внутренняя ткань. Может, и здесь где-нибудь есть еще обувь? Надо повспоминать. Мне кажется, где-то есть. Но нам же нету детских. А помнишь, Тесси у нас грызала все в округу, даже кроссовки? Да. Мы только купили Тесси, она все кроссовки нам погрызла. Сейчас она так все делает. Помнишь? Да где ты сейчас что найдешь? Помнишь тебе шнурок еще? Да, шнурок у меня на кроссовках она погрызла. Вон, эксплуатер рабочий. Ты что, куда? Вниз. Я не знаю, куда идти, правда. Люди, вы где обувь покупаете детям? Нормальную, стильную, стильную обувь. Где можно купить? Проходим мимо НГТУ, факультет летательных аппаратов. И вот Тёмке решили показать вот такой самолет. Тебе как, Тёмка? А тут катают. Класс? Нравится, да? Тут катают людей? Вот. Нет. Мы здесь учились. На подготовишку ходили сюда. Вот. Ну как? Подготовительные экзамены перед институтом. Просто при этом в факультете уж математику. Вот, смотрите, какой. Вот, да. Факультет летательных аппаратов написано. Ну, он прям огромный. Кто они из Новосибирска, наверное, не знают. Здесь столько много корпусов. Это просто гигантское место, где учится огромнейшее количество студентов. Проходим мимо дерева и видим, что уже почки распускаются и появляются листики. Не знаю, как же сфокусировать-то. Ой, у меня телефон что-то вообще глючит. В общем, я думаю, видно. Все, уже скоро листочки будут, да. Скоро будут листочки. Здорово. Я один на полу нашел. На полу? Только ты не срывай, хорошо? Короче говоря, дошли от Маркса пешочком до Горского. Посмотрим здесь. Здесь есть как минимум детский мир. Но что-то мне подсказывает, что там тоже ничего мы не найдем. И, возможно, спортмастер. Не знаю. Да, да, точно. Спортмастер. Вот, так что мы сейчас зайдем туда и посмотрим что-нибудь там. Вообще, по пути зашла в магнит косметик, купила вот такую пенку. А то у меня все закончилось, и мне сегодня даже нечем косметику стирать. Вот, попробую. Не пробовала никогда такого. Вообще, зашли в дисконт-центр спортмастер. Но мне кажется, что мы здесь ничего не найдем. Не знаю. Особенно в дисконт-центре. Тут даже коробок нет. Блин. Демиксерский. Ну, он, допустим, демикс. 3200. Не, у меня они, конечно, в качестве не в тысячу раз. Но опять же на липучках. Я не знаю. Я так не люблю обувь на липучках. Хотя у Тёма сейчас на липучках. Но мы его покупали из-за того, что он не умел завязывать шнурки. Но сейчас он уже умеет. Вот пума даже есть. Но это такая взрослая. Не знаю. Не знаю. Что, знаете, попейте. Кока-колу пьешь. Блин. Это нет. Ну все, здесь вообще выбор. Брендованных. Маленький прям. Хочешь? Почему? Ну, я там пуму нашла, но она большая. И вот бакинки. На взрослых. Ой, слушай. Похоже на твои были. Креницы такие же. Вот какие-то сикерсы. Или что это? Скетчерс. Да, я знаю такое. Еще? Сколько такие стоят? Две. Две пьесот, да? Ломаю? Да. Я так участвую, что я завтра пойду босиком. Босиком. Точно, Варюха. Ты пойдешь босиком. Тебе все-таки надо было написать просто освобождение от физры. И проблем бы не было. Можно заново. Заново справку берем и все, да? Так, ну что, в детском мире вот эти вроде неплохие кроссовочки. По крайней мере, они без липучек. Вот. Но Темка тот, у кого кроссовок развязывается. Почему? Вот. Может ему и проще взять такие, а варюшки уже нормальные кроссовки. Вон Варя ходит в шнурках, да? Сама завязывается. Почему именно вот эта задана? Почему не косили? Потому что сделана в Германии, видимо. Так, чего? Вот эти и идем. Тебе лишь бы какие-нибудь, да? Я знаю тебя. Тебе пошли. Купите мне первые попавшиеся и пошли, да, Темка? Так, что здесь есть? Нашел что-нибудь еще, нет? А где на девочек? Варюшка, пойдем поищем на девочек. Дальше нет, там на малышей. Видишь, еще нет улета. Да. Акция, кстати, три по цене двух на обувь. Не знаю, надо смотреть. Да, я что-то тоже для девочек не вижу. А, вон туда дальше. Нет, здесь уже сандали, смотри. Варюшка, на тебя кроссовок, походу, нет. Здесь? Да. Ну, короче говоря, за неимением лучшего. Вот Темка влюбился вот в эти кроссовки. Стоят они... Три тысячи рублей. А мне удобно. Встань. Мне удобно. Ну, ты второй, надевай и пройдись. Тем, встань, пожалуйста, да пройдись в них. Как они тебе вообще по размеру? Чего шел? Ну, что, маленькие? Жмут пойдем? Подойди ко мне. Мешает. Что мешает тебе? Это, это. А по размеру? Да. Можно, наверное, еще на размер больше даже. Давай вторые. У тебя еще одни есть. Вот такие вот. Мам, они прикольные. Слушай, а вот так с джинсами вообще незаметно, что они какие-то ужасные, да? Смотри, что. Да, можно, конечно, пройдись. Что по размеру-то? Да. Слушай, вот так прикольно с джинсами выглядят. Можно вы себе купить, пожалуйста? Что, интересует? Иди еще, посмотри свой размер, может, еще чем-то видишь. Только это оставим вот здесь, пожалуйста. Да, оставим, оставим. А вот так вот с липучками, конечно. Не, мне с липучками. Говорю, ну надо просто ждать. Я потому что наше угад, когда кто-то опаздывает и переодевается. Мне удобнее с липучками. Да? Потому что я завязываю, а не путаюсь постоянно. Давай, Тенка, твоя очередь. Так, в общем, вот такие вот кроссовки. Тебе они понравились? Да? 32 размер получается. Сколько они стоят-то? Ой. Я все-таки искренне надеюсь, что завтра начнет работать. Вот. И мы купим нормальные. Но пока пусть в этих ходят. 2600. Вот, Тенка, твоя коробка. Вот это. Это 31 размер. Давай, ты переобувайся в свои. Барюха еще раз сейчас померит. Мне покажет. А почему? Я же тебе показываю. Ты мне по размеру так и не показала. Ты мне один надень. Да, один. И покажи мне. А я без сих пор пойду. Да иди сюда ко мне. Давай. Вот здесь. Здесь? Да. Ну, нормально. Пойдет? Да, можно. Ну, бери. У меня, спасибо. А только можно в этих? Я на физкультуру пойду. В этих я буду ходить на улице. Ну, постирать тогда надо. Давай, постирай. Ну, а не успеет, думаешь, до завтра? Ну, у меня есть подруга. Ну, короче, на вокале. И она постирала кроссовки, у нее за час они высохли. За час? Да. Ну, и что? Ну, все, берут. Тогда нам нужна третья обувь. Почему? Ну, потому что два пацана, трех. Давай ему сандали возьмем. Давай. Давай. Надел сандали. Ах, с носками сейчас. Так, ну, чего покажись. Вот такие яркие, да? И Денис еще... Ой, он ушел куда-то уже. Ну, ладно. Я хотела показать, какие он еще предлагал. Вот такие, да? Все такие здесь с резинкой. Ну, Темка хочет вот эти. Ты эти хочешь? Надо искать коробку. Давай еще коробку. В детском мире просто громадный выбор канцелярии. Причем очень-очень милый. Всякие красивые карандашики. Такие карандашики. Для мальчиков тоже здесь есть. Наборчики всякие для мальчиков. И огромнейший выбор разных сумок под обувь. Посмотри, Варюха, ты видела вообще? Разные, разные, разные. Да. Почему тут все детское? Детское? Ты не хочешь детское? Что это? Такая масса какая-то. Что это такое? Я не знаю. Это не масса, это лепить картины. Лепить картины. Вот, видишь, прикреплять их к стене, например, и так далее. Неважно. Все, начинается. Что, карандашей нет? Калькулятор. О, Темка, видел? Калькулятор какой. Жестик вам это не нравится. Просто и туда еще, еще, еще. Вон туда. Там все это канцелярия. Так, вообще мы купили обувь. Конечно, не то вообще, что мы планировали совершенно. Но ходить детям в чем-то нужно. Да, Варя? Все-таки не босиком. Я хочу это на физкультура, а те красивые оставить на улице. Понятно. Что, Темка? Просто берешь, открываешь и... И начинаешь играть, да? А, ну вот здесь еще много-много канцелярий. Смотрите. Туда. Ой, вот я вот там нашла что-то миленькое. Пойдем туда. Вот. Да, да, да. Вот я знала, что Маре понравится. Все, Варюху не остановитесь будет, да? А что это такое вообще? Мини-блокнотики на 50 листов. Интересно. Смотрите, стиралки какие. А фракцию-то рассказала? Что, три по цене двух? Да. Да, мы взяли темки сандалий. Все. В принципе, проблема решена. Идем мимо горбольницы. Сейчас от торгового центра Горски. Идем вдоль горбольницы. И выйдем на какую-нибудь установку. Сядем и уже доедем до нас. Но сегодня, на самом деле, получилось, что мы очень много идем пешком. Вот. Чему я рада. А ты посмотришь? Чему я безумно рада. Я посмотрю шаги. Давайте я потом, если не забуду, я заскриню и прикреплю скрин. Сколько мы сегодня ходим? А? Я, наверное, тебе напомню, если я сама себе напомню. Постарайся, да. Вот. Ну, погодка сегодня, кстати, классная на самом деле. Светит солнце. Когда мы выходили, было холодно. Сейчас уже нет. Сейчас светит. Ветра нету, правда. Ой, как красиво у нас перинатальный центр построили. Сейчас покажу. Смотрите, какой перинатальный центр. Вау. Вау. Но третьего все равно нет. Даже с таким красивым перинатальным центром все равно нет. Ну что, наше мини-путешествие по магазинам закончено. Вот. Самое главное, мы купили все, что хотели. Сейчас будем кушать, садиться. И Варюшка будет делать уроки, так как завтра ей все-таки идти уже в школу. А вот. Еще врач такая говорит, вам делать освобождение от физкультуры? Я говорю, нет. Варя такой на меня зырк глазами. Я говорю, нет, нет, нет. Варя пойдет на физкультуру. Это ее вообще не любимый урок. Она очень не любит физкультуру. Ну, я, кстати, тоже никогда в жизни на нее не ходила. Вообще никогда. Но пока в началке все-таки, пусть она ходит. Ходит. Все-таки спорт детям нужен. Даже если это просто физкультура. Да, Варя? А то Варюшка обиделась на меня, что это... Справки не сделала ей, да? Вот. Шагов. Ну, я не знаю, сколько шагов. Потом прикреплю. Вот. Скрин. Не знаю, я еще не заходила даже. Варюшка все-таки заставила зайти меня. Ну, на самом деле, мало. 9 700. Вот. Я что-то думала, что побольше будет. Потому что мы, на самом деле, много сегодня пешком ходили. Но, видимо, не настолько много. Мне, возможно, так показалось. Вот. До 10 тысяч так и не набрала. Вот. Телефон в любом случае сейчас будет лежать. Я уже никуда сегодня не пойду. Поэтому 9 700 так и будет. Вот. Так что, ладно. Варюшка, кушайте уроки. Да? Закинула варюшки на кроссовки постирать. Так как ей нужно завтра на физкультуру. Здесь заодно еще простынь, которая... А, вот мы мольбер твари красили. Денис на ней колеса. Мы их грязные свои. В общем, такая простынь. Так что сейчас закинем, постираем, высушим. И завтра она уже пойдет. Варюшка села делать математику. Ну, как? Она ее сделала на черновик. Но с одной задачей мы сейчас боролись очень долго. Вот. Во-первых, у нее сегодня была новая тема в школе. Она изучала миллиметры. И километры. И километры. Ну, тут ты сообразила быстро, в принципе, да? И сама решила пример. То есть переводом там километры в миллиметры и все остальное. Ну, не сложно. Но задача... Я не умею задача решать. Это вообще какой-то кошмар просто. Вот с задачами у Варьи реально все плохо. Ну, реально плохо. Задачка такая. В апреле было 23 учебных дня. Сколько уроков было у второклассников в апреле, если у них по расписанию ежедневно 5 уроков. Ну, то есть задача вообще максимально простая. Да, Варюхе просто не доперло, как ее решать. Еле-еле-еле мы с ней пробили эту задачу. Да, Варюха? Угу. Вообще. Вот сейчас у тебя будет годовая контрольная. Что ты делать будешь? Я надеюсь, что там просто задача не будет. Иначе, мне кажется, кое-кому будет кирдык. Как ты думаешь? Угу. Все, ты переписываешь, да? В общем-то, Ланна, я не мешаю тебе? Давай. Нет, ты мне не мешаешь. Ты можешь здесь сидеть? Да нет, я пошла. В общем, у Варюшки есть вот такая вот коробочка. Ну, мы уже показывали. С бисером. Здесь разный бисер. Вот. Дальше, Варя на леску, вот так вот нацепила бисер, хочет сделать браслет. Ну, а для браслета нужна застежка. И как-то мы покупали, Варюшки, вот такие вот разные застежки. Они всякие разные. И вот такие вот. Вот замочки. Даже есть красивые застежки. Вот такие. Есть. Вот такие разные. Так что сейчас Варюшка выберет какую-нибудь застежку. Да, Варя? Мне вот эта не нравится. Ну, давай. Какую? Может, вот такую вот? Да, давай вот эту. Простую, да? Вот такую сделаем. Вот. Сейчас мы все это зацепим и попробуем уже сделать браслет. В общем, вернемся к вам уже в целом. Да? Ну что, первый браслет Варюшки, да? В жизни, который я сама делала. Вот. Вот так получилось. То есть мы вот здесь вот зацепили. Оцените это. На много-много узелочков. Да. Ну, получилось здорово. Тебе вообще само это нравится? Да. Классно. Теперь его можно снимать. Я завтра его надела. Да. Можно снимать и надевать, да? Все. Вот у тебя еще много вот разных застежечек. Мы вот эти использовали. Эти мне не нравятся. Они как будто вот устали. А их знаешь, куда надо, Варюнь? Да. Вот сзади, когда будешь ожерелье каком-нибудь себе делать? А. Ну, цепочку там, да? Вот оно сзади будет удобно, что оно вот не будет тебе мешать и так далее. В общем, все остальное убирай, хорошо? В следующий раз я сделаю наш риск. Да. Хорошо. Давай вот туда складывай. И вот этот весь бисер тоже поднесем. Хорошо. Давай. Ну что ж, будем заканчивать этот влог. Спасибо, что вы провели этот день с нами. В принципе, не так уж и сложно снимать на один влог один день. Поэтому будем стараться продолжать. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не сложно. Да. И подпишитесь на наш канал. Мы будем безумно рады. Я вообще счастлива каждому подписчику. Я когда вижу, что приходит к нам на канал новый подписчик, я просто везет восторга. Реально, вот как маленькая. Для нас каждый подписчик очень ценен. Мы безумно рады, что вы на нас подписывались. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Да. И всем пока-пока. Пока. 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 Пока.